Компания Xilut является разработчиком 1С ВМС. Эту систему мы разработали еще в 2004 году и с тех пор ее активно развиваем. Она прошла уже много этапов, стала очень функциональной, очень удобной для пользователей. Основным преимуществом ее, конечно, является то, что она построена на платформе 1С предприятия. Это, как известно, открытая платформа, позволяющая найти легко специалиста профессионального, позволяющая самостоятельно поддерживать систему. Но это не единственное ее преимущество. Она легка в настройках, в эксплуатации. Она может обеспечить работу практически любого склада, от самого маленького. В нашей практике были склады на 400 квадратов с фармацевтикой до очень больших. Так как сейчас, например, идут проекты на 25 тысяч квадратов и более. Соответственно, важным преимуществом является не только свойство нашей системы, но и свойство нашей компании, как Xilut. В первую очередь, это персонал. У нас работают высококлассные специалисты, многие из которых работают у нас уже много лет. Они набираются опыта в течение проекта под руководством более продвинутых специалистов, старших товарищей. И учитывая, что компания сделала за эти годы уже более сотни проектов, наш опыт, наша экспертиза, наш персонал – это то конкурентное преимущество, которое мы можем предоставить нашим заказчикам. Наша ВМС-система, как и все основные современные ВМС-системы, построена на принципе штрих-кодирования и автоматизации процессов при помощи использования терминала сбора данных. Каждый сотрудник, который работает на складе, имеет свою уникальную учетную запись, свой уникальный ключ доступа в систему. Для того, чтобы инициировать начало работы в системе, сотрудник берет штрих-код со своими учетными данными, сканирует их на терминале сбора данных и осуществляет те операции, которые доступны ему согласно той роли, которую он выполняет на складе. Основные операции, которые мы можем автоматизировать – это приемка, размещение товара, отгрузка товара, подпитка товара, отбор товара. Все основные складские операции наша система позволяет автоматизировать. Тут можно увидеть пользовательский интерфейс нашего программного обеспечения. На экране терминала сбора данных можно увидеть интерфейс терминала, с которым работает сотрудник непосредственно на складе. Итак, добрый день еще раз, коллеги. Мы рады вас приветствовать на вебинаре компании «Аксилот». Тема сегодняшнего вебинара – «Особенности автоматизации продуктовых складов холодильников». Свой вебинар мы построим следующим образом. Вначале мы расскажем вам все, что есть интересного в нашей практике по этой теме. В конце вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Давайте проверим, как нас слышно. Если у вас все в порядке со звуком, нажмите, пожалуйста, значок поднятой руки на панели управления. У части слушателей все хорошо. Еще часть... Ага, отлично. Находится в поиске, видимо, этого руки. Ну, отлично. Большинство нас слышит, значит, у остальных тоже сейчас наладится. Итак, начинаем. Для начала представимся. Сегодняшний вебинар мы ведем вдвоем. Меня зовут Любовина Дарья, я являюсь руководителем направления логистического консалтинга нашей компании «Аксилот». И со мной рядом Завьялов Алексей, менеджер по работе с ключевыми клиентами. Он расскажет вам о выполненных проектах в части продуктовых складов холодильников. Итак, начинаем наш рассказ. Пару слов о компании «Аксилот». Компания «Аксилот» уже 14 лет на IT-рынке. На текущий момент у нас работает более 150 сотрудников. И заняты они в различных направлениях автоматизации, ведущим из которых мы считаем свое направление складской и транспортной логистики, в рамках которой и реализуются проекты автоматизации складов, в частности складов холодильников. Здесь представлен достаточно большой, но тем не менее неполный перечень наших клиентов, среди которых есть достаточно громкие имена, бренды, которые не столь известны, они от этого не менее интересны с точки зрения своих проектных решений. Каковы особенности складов холодильников, которые мы выявили в своей практике, реализовав несколько продуктовых складов, часть из них являлась именно холодильниками? Большинство из них относятся именно к особенностям контроля товара и именно температурного режима его хранения, что неудивительно, впрочем, для складов с такой спецификой. Одним из моментов является фиксация температуры на каждой стадии от приемки до отгрузки, ее регистрация в системе, ее отслеживание, отслеживание соответствия температуры товара и той зоны, в которой он находится. Также, поскольку эти склады обычно хранят продукты, необычно, в общем-то, всегда, там также существуют такие особенности, как работа с товаром с нефиксированным весом. Обычно заморозки у нас подвергаются, кроме фасованных продуктов, таких, как, например, мороженое, очень часто заморозки подвергаются мясные продукты. И для них характерен тот факт, что у одной и той же упаковки, ну, типа упаковки одного и того же товара, может быть разный вес, и нам необходимо учитывать и понимать, сколько не только по количеству, но и по весу на склад вошло, вышло, хранится, учитывать убыль, естественно, если таковая наступает. Соответственно, это тоже является особенностью таких складов. Для продуктов всегда присутствует задача контроля сроков годности. Чаще всего работа ведется именно по ФЕФА, то есть именно первый истекающий срок годности должен быть отгружен первым. Но иногда бывают небольшие особенности, связанные там с требованием сетей или с удаленностью заказчиков от склада, которая влияет на выбираемый срок годности. Обмен данными с корпоративной системой для такого склада тоже имеет свои особенности. Может участвовать в обмене и данные о температурном хранении, и о качестве, и о сроках, в частности, например, имеет распространение такая функция, как уведомление отдела продаж за определенное время до окончания срока годности для того, чтобы своевременно организовать распродажи и акции. За соблюдением и наступлением срока годности следит складская система, она информирует корпоративную, в корпоративной системе принимаются соответствующие меры. Также на складах-холодильниках существуют зонирования, связанные с температурными режимами хранения. Могут иметь различный температурный режим, как зоны приемки, отгрузки и хранения, так и сама зона хранения может разбиваться на дополнительные подзоны по температурному режиму. Существуют зоны до заморозки продуктов, существуют зоны глубокой заморозки. Мы в своей практике сталкивались с тем, что зоны приемки отгрузки, как правило, имеют температуру 4-5 градусов. Так как товары, подлежащие заморозке, очень требовательны в соблюдении температурного режима, то даже такая температура погрузки и разгрузки может влиять на качество продукта. Поэтому это сказывается на технологиях размещения и отбора. Так, например, приемка и размещение товара в зону глубокой заморозки осуществляется сразу после приемки уже первой палеты, а не всей поставки. Это как один из примеров учета температурного режима. Второй вариант, например, на склад может прийти товар, температура которого в толще продукта близка к критической. И требуется срочно дозаморозить продукцию и уже после этого размещать в зоне хранения, где минус 22. Может возникнуть резонный вопрос, почему бы сразу не ввести его в зону хранения, где требуемая температура. Тут есть нюанс. Зона заморозки обычно имеет небольшой размер. И там гораздо проще создать быстро, что наиболее важно, ту температуру, которая требуется для доведения товара до нужной кондиции. Соответственно, соблюдение температурных режимов и своевременное перемещение товаров между этими зонами контролируется системой, которая может выдавать соответствующие сигналы о необходимости перемещения товара в ту или иную зону и создавать также задания для сотрудников склада, которые они выполняют с терминалами сбора данных по перемещению различного рода. Размещение, отбор, простые внутренние движения. Мы затронули с вами тему оборудования. Я упомянула, что колдовщики у нас работают с терминалами сбора данных. И здесь выходит на первый план еще одна особенность складов-холодильников. Опять же, она связана с их главной характеристикой, с температурным режимом. Это требование к оборудованию, которое оно должно соблюдать, выдерживать для того, чтобы сохранять свою работоспособность в низкотемпературных зонах. Здесь на слайде представлены несколько моделей терминалов, которые могут использоваться в различных складских зонах для различных работ. Для этих моделей Моторолы, представленных тут, основной режим работы обычно не ниже 18, но кратковременное нахождение в зонах с минимальной температурой до минус 28, они, тем не менее, также способны переносить. При этом не запотевают, не замерзают. Более легкие терминалы это 3000 модели, более тяжелые, более защищенные это 9000 модели. Также здесь представлена монтируемая модель в правом нижнем углу 5000 и Motorola VT41. Это модель, которая может использоваться как привычный нам формат терминала, где мы ведем работу через сенсорный экран и панель кнопочную, так и voice picking. Voice picking это как раз та технология, которая была придумана для складов холодильников, для того, чтобы выполнять работу с оборудованием без применения рук, что в низкотемпературном режиме достаточно затруднительно. Соответственно, в данный момент эта технология получает в нашей стране, наращивает темп, скажем так, внедрений, все чаще применяется на складах. И в частности, Axelot ведет ряд таких проектов, где сотрудники складов-холодильников применяют voice picking. Каковы результаты автоматизации продуктовых складов-холодильников? Здесь мы с вами не откроем Америки, сказав, что результаты в большинстве своем очень схожи с результатами любого другого склада. Это и рост скорости операции, это снижение ошибок по сроку годности пересорту, сокращение персонала, точные данные. Для складов-холодильников еще дополнительный такой нюанс. У них повышается сохранность товара за счет минимального времени нахождения в зоне высокой температуры. То есть контроль за температурным режимом и планирование всех необходимых перемещений внутри склада может быть передано системе, которая за этим будет следить гораздо лучше, чем люди. Небольшое отступление важное для процесса автоматизации. Любой результат достигается при соблюдении определенных условий. И в частности заказчик тоже должен выполнять определенные условия, если он хочет добиться эффекта. Это понимание своих целей, зачем ему автоматизация. Понимание хорошее своих сладких и смежных со складом процессов для того, чтобы автоматизировать наиболее оптимальный их вариант. Мотивированная команда, как известно, кадры решают все. Руководитель с достаточными полномочиями временем, то есть ответственное лицо. И наличие данных о товаре, продукции или сырье, которые позволят нам построить автоматизированные процессы размещения, отбора, пополнения и ряда других, зависящих от этих данных. А теперь я передаю слово коллеге Алексею Завьялову, нашему менеджеру по работе с ключевыми клиентами, который вам расскажет о нескольких примерах из нашей практики автоматизации складов-холодильников. Здравствуйте, коллеги! Еще раз напомню, меня зовут Завьялов Алексей, менеджер по работе с ключевыми клиентами. На данном слайде мы рассмотрим пример автоматизации склада, который работает в Бусинском мясопередовательском кабинете. Этот склад задумывался изначально для предоставления трепель-услуг. На территории Бусинского мясопередовательского кабината было выбрано помещение, оборудовано и смонтировано холодильное оборудование. Проект стартовал в 2011 году. Немножко статистики. Площадь склада 3 тысячи с половиной квадратных метров, 7 тысяч палетомес хранится на складе. Классическая, первый ярус – это зона комплектации, зона отбора товара. Второй и выше ярус – это зона резервного хранения. И в самом холодильнике несколько проездов и где-то около 300 ячеек выделено для хранения готовых заказов, готовых к отгрузке, то есть грузовых мест. На складе присутствует продукция замороженная, мясо – это как раз весовой товар. Отборка идет как палетными местами, коробками и штучный товар. На склад приходят некие товары, уже присутствуют, штрих-код, на некоторых товарах нет, и этот товар маркируется. Задача проекта. Так как склад задумывался и работает и предоставляет РПЛ-услуги, склад должен работать бесперебойно, круглосуточная работа, с постоянным увеличением объема. На складе установлены фронтальные стеллажи, требовалось, чтобы было планирование по приходу, то есть, чтобы склад ориентировался, сколько должно поступить продукции, и они были готовы принять этот объем. Планирование, конечно же, размещение согласно АБЦ-анализу, и обмен с корпоративной учетной системой. Также в системе реализован функционал введения учета услуг ответственного хранения в разрезе поклаждателя, и был разработан отчет по дизайн-проекту заказчика, который позволяет им в этом отчете видеть все предоставленные услуги. В процессе старта проекта, что интересно, заказчик на четвертом этапе, на котором у нас заложен промышленная эксплуатация и старт, заказчик эту работу взял на себя, он очень ответственно подошел к вопросу обучения, которое осуществляется на третьем этапе проекта, и в целях перераспределения бюджета, так как склад новый и товар только завозился, он решил стартовать сам. Это у него получилось, и сэкономленные деньги он пустил уже на развитие и на следующий функционал. Что бы хотелось отметить? Продукты, весовые продукты, которые поступают палетами, они также палетами отгружаются. В связи с этим, так как каждая палета имеет нефиксированный вес, было разработано, чтобы сэкономить трудозатраты и не тратить много времени на регистрацию веса отдельно каждой единицы хранения, палета завешивалась вместе с самой деревянной палетой, то есть товары палета вес брута, и также палета отгружалась. То есть регистрация веса была на входе и на выходе. Потом система сравнивала эти показатели и выдавала, если заданные параметры выходили за пределы. В процессе эксплуатации заказчик планировал работать с отдельными заказами, но в процессе эксплуатации был заключен договор с крупным поклажидателем, у которого было очень много заказов. И эти заказы он требовал, чтобы они формировались последовательно, в зависимости от точек развоза. Заказчик попросил включить функционал рейса, это некая сущность, которая позволяет консолидировать много-много заказов под один рейс и работать с этими заказами, как с одним заказом. Функционал был включен, увеличилась скорость обработки заказов, и в процессе отбора было принято решение, что отбор будет осуществлять по рейсу один кладовщик. В зоне комплектации, когда оформировалось задание на отбор, кладовщик последовательно собирал заказы. Если заказ по рейсу полностью был отобран, задание было выполнено, система автоматически переключалась в режим «положить», и товар размещался в зоне отгрузки. Если заказ, задание на отбор было большое, то есть на несколько палет, кладовщик сам определял точку перехода от режима «взять» в режим «положить», и что интересно, грузовые места формировались именно в зоне отбора. То есть он брал с собой грузовые этикетки, когда отбирался заказ какой-нибудь, система предлагала просканировать грузовую этикетку и переходила на следующий заказ. И так эта рация повторялась. Когда палет был полностью набран, кладовщик нажимал на терминале клавишу или горячее сочетание клавиш, переходил в режим «положить», размещал товар в зоне отгрузки, и система распечатала ему уникальную этикетку, так называемую «мастер-палеты». И дальше в этой зоне этот «мастер-палет» на одном палете, то есть хранилось много-много грузов. Теперь мы перейдем к следующему проекту. Это компания «Аллигатор» – поставщик продуктов общественного питания более чем 2000 предприятий. Компания работает сегментом «Хорика» оптовой розничной торговли, есть филиалы в Санкт-Петербург, Пермь, и сотрудничает с большим количеством клиентов, такие как громкие имена «Метро», «Ашан», «Ростикс» и так далее. Немножечко о складе. Склад 35 тысяч квадратных метров, очень большой склад, если рассматривать как склад-хладильник. На складе содержится 60 тысяч продукции, 4 тысячи активных. Также используется, на склад приходит весовой товар, отгружается весовой товар, 25 тысяч палет мест, и они также отбирают минимальные единицы для отбора, это штука. Есть склады небольшие в Санкт-Петербурге, где этот тысяч квадратных метров. Данные склады в основном используются для кроссдокинга, то есть заказы приходят из Москвы, уже скомплектованы, и дальше через кроссдокинг распространяются клиентам. Может быть, какие-то части заказов остаются на складе, переформироваются, перекомплектовываются и отгружаются дальше. Примерно такой же склад в Краснодаре. Особенность проекта. Я уже сказал, что это очень большой склад, и они предоставляют такие интересные услуги клиентам. Вот одна из услуг, которые они предоставляют Ростиксу. Компанию отгружают курицу, и хранить эту продукцию компания не может. То есть торговые точки, у них нет мощностей для хранения замороженной продукции. Там четко рассчитан график, там поступление в определенные дни определенного количества продукции. И услуга заключается в том, что эта продукция готовится. Таким образом, из зоны холодного склада, она перемещается в зону температурного режима 4,5 градусов. Там в течение трех суток продукция нагревается, то есть размораживается. И далее, все это система, конечно же, контролирует, и далее эта продукция отгружается к клиенту. То есть клиент получает уже размороженный продукт и может спокойно с ним работать. Не тратя время на то, чтобы его разморозить, где-то хранить, где-то складировать. Задача проекта, опять же, бесперебойная круглосуточная работа, возможность переформования заказов до момента отгрузки, то есть большое количество клиентов, много всяких разных условий. И система позволяет, пока товар находится на складе, до этого момента переформировать товар под другие заказы. Добавить, убавить, ну и так далее. Соответственно, обмен корпоративной информационной системы, соблюдение сроков годности товара. Хотел бы заметить, что для любых складов, которые работают со сроком годности, не только замороженных, регулировать этот момент по сроку годности очень важно. С чем это связано? Разные клиенты, договора заключаются на разные остаточные сроки годности. Кому-то достаточно 20% от остатка срока годности, кому-то 50%. Крупные сети требуют не менее 80% срока годности. Соответственно, система отслеживает, для какого клиента наиболее оптимально можно отгрузить срок годности. Также у клиента есть, например, разветвленная сеть. Ну, возьмем крупного клиента перекресток. У них есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. То есть разные удаленности склады. Соответственно, пока товар к ним доедет, пройдет несколько дней. И срок годности система подбирает, именно учитывая этот фактор. Немножко статистики, полученные результаты. На 15-20% сокращено время обработки заказов. Кстати, чем интересен еще этот был проект? Изначально систему запускали на старом складе в течение небольшого количества времени, в течение двух недель. Было связано это с тем, что та система, на которой они работали, были какие-то крупные проблемы. И была задача быстро-быстро что-то сделать, чтобы продолжать работу. То есть была внедрена система очень быстро, чтобы как-то работать в течение двух недель. И потом доделывалось, развивался функционал, и далее они переехали уже на новый склад в процессе внедрения. И также портировали эту систему на свои филиалы. На складе в Московской области автоматизировано 40 рабочих мест, 5 стационарных и 35 мобильных. То есть на 35 тысяч квадратов при количестве заказов больше 600, это хороший результат. И последний кейс, который хотелось бы проговорить, это склад Первомайский хладокомбинат. Чем интересен склад? На складе стоят мобильные стеллажи. Изначально, когда строился склад, в бизнес-процессе было заложено, что работать будут в основном с палетными отгрузками, то есть палета пришла, палета ушла, также весовой товар есть. И для сохранения экономии энергии, и чтобы на площади, достаточно небольшая площадь, кстати, если не ошибаюсь, 2,5 тысяч квадратных метров, это 6 тысяч палет мест. То есть используется весь объем склада. И чем больше продукции хранится на складе, тем меньше тратится электроэнергии на поддержание температуры, потому что объем весь занят. Чем интересен проект? Было заложено две стратегии размещения основные. Это когда стеллаж пустой, по конструкции этот стеллаж можно загружать только со стороны привода, то есть привод, который двигает этот стеллаж. Это была первая стратегия, то есть система отслеживает, если стеллаж пустой, то она загружает со стороны привода. И вторая стратегия, если на стеллаже что-то присутствует, то загрузка идет уже в проезд, потому что когда двигается стеллаж, то теряется время. Соответственно, при поступлении товаров, товары размещаются в один проезд друг к другу, клиент попросил, чтобы это было в один ярус, так как ему это удобно, и дальше отгружается. Так как приходят палетами и уходят палетами, в заказах небольшой ассортимент, то вот этого конфликта, как разместить и как отобрать, его, в принципе, здесь этих проблем нет. Задача проекта. Автоматизация всех процессов нового склада, опять же, учет товара с нефиксированным весом, контроль сроков годности, работа системы с мобильными стеллажами. Получены результаты. Соответственно, ведется контроль сроков годности. Опять же, вот то, что мы затрагивали ранее, отслеживается для какого клиента, с каким сроком годности надо отгрузить. Регистрируется вес, учитывается вес. Так как система знает, где какой товар лежит, в каком проезде, то влияние человеческого фактора достаточно минимально. То есть человек исполняет свою работу, идет именно в ту точку склада, где нужно отобрать продукцию, и автоматизирует 5 рабочих мест. На данный момент склад работает по бумажной технологии, и в планах стоит внедрение технологии штрих-кодирования, и дальше развитие они подумывают уже о внедрении технологии войс-пикинга. Почему Аксилот? Более чем 9-летний опыт автоматизации складов в России и странах СНГ дальнего зарубежья, это приятно говорить, у нас работают в Казахстане, в Белоруссии, на Украине склады автоматизированной системы, в Китае, хотелось бы заметить, в Китае работает, и сейчас проект внедряется в Италии. И, кстати, в Америке работает склад. В Италии это компания Карло Пазолини, у них здесь в России уже автоматизирован склад с системой, 1С логистик управления складом, и теперь они продолжают развиваться и хотят эту систему внедрить у себя в Италии. Система 1С ВМС логистик управления складом разработанной компанией Аксилот 4 года является безусловным лидером российского рынка. Если мы почитаем журналы складской комплекс, посмотрим отчеты DSL с консалтинг, то мы увидим, что наше решение занимает 30% рынка. Это достаточно хороший результат. Также компания предоставляет комплекс услуг, это консалтинг, внедрение, обучение, информационно-техническое сопровождение. Мы работаем с высоконагруженными системами. Кстати, эти работы, квалификация специалистов настолько высока, вот таких специалистов достаточно мало, кто умеет работать с высоконагруженными системами, оптимизировать код, настраивать SQL-базы и так далее. То есть квалификация наших специалистов все это позволяет сделать. Я, наверное, заканчиваю на этом. Спасибо большое за внимание. И было бы интересно услышать ваши вопросы. Увидеть. Коллеги, если у вас возникли вопросы, которые вы готовы задать сейчас, вы можете их нам написать. Мы их озвучим для всех и ответим прямо сейчас. Если у вас вопросы появятся позже, то мы будем рады получить их на нашу почту и ответить уже там. Сейчас я напишу в нашем чате адрес электронной почты, на которой мы ждем ваши письма. Поступил первый вопрос. Алексей, прошу зачитать, чтобы все слышали. Сколько пользователей одновременно могут без проблем работать в одной инсталляции? Работающие склады. У нас работает до 150 пользователей в онлайн-режиме. В тестовом режиме, когда были высоконагруженные тесты на систему, 300 пользователей. Количество транзакций сейчас. Компания, например, раритет до 1500 заказов в сутки. Среднее количество 20 строк. Это в среднем в месяц 450 тысяч строк. И это не предел. Ну, 450 тысяч строк. Более 450 тысяч строк. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Оборудование для холодных складов, ТСД и Wi-Fi поставляете? Да, конечно же, мы делаем комплексные решения. Мы не только внедряем систему, мы подбираем оборудование, поставляем оборудование. Мы в основном занимаемся с компанией Моторола. Объясню почему. Это единственная компания на рынке, которая предоставляет также комплекс услуг, начиная от терминалов сбора данных до Wi-Fi сетей. И только они обладают уникальным алгоритмом, который позволяет делать бесшовный роуминг между Wi-Fi точками. Мы на первоначальном этапе становления компании достаточно часто экспериментировали с оборудованием, пробовали разные оборудования разных фендеров и вот остановились на Мотороле, потому что менее отказоустойчиво, то есть проблем не возникает, мало нареканий. Что самое главное? Сканеры в виде кольца не используйте, чтобы руки были свободны. Да, конечно, на одном из слайдов было предоставлено оборудование 41, раньше это было ВТ-4090, сейчас Моторола обновила линейку. ВН стало. К этому сканеру можно подключить два сканера кольца. Это для ближнего сканирования, для отбора, комплектации, переупаковки и дальнобойный сканер кольца. Коллеги, хочу заметить, что в сентябре мы планируем очередную конференцию Аксилот по складским технологиям, и там будет представлено такое и аналогичное оборудование, которое можно будет посмотреть и в действии. Соответственно, приглашаем вас уже запланировать это мероприятие. Кстати, немножко забегу вперед. У нас готовится демо-помещение, где будет представлено оборудование разных типов, которое можно будет попробовать, пощупать, посмотреть, как оно выглядит, о деятельности, потрогать. О тиражировании решения, как происходит внедрение, если наш склад расположен далеко от Москвы? У нас в практике достаточно много проектов, которые мы реализовали и реализуем по всей территории страны. Дело в том, что проект автоматизации склада не требует стопроцентного круглосуточного присутствия нашего специалиста. Разработка выполняется удаленно, и только на этап обучения и внедрения специалист приезжает в то место, в тот город или даже поселок дальний, где находится непосредственно склад, и уже присутствует там постоянно до момента, когда склад сможет самостоятельно работать при нашей удаленной поддержке или поддержке специалистов на местах. Так, и следующий вопрос. Вопрос на 8.3 будете переходить. Значит, стратегия компании, так как мы являемся разработчиками на платформе 1С, и наши продукты являются именно совместными продуктами с компанией 1С. Релизы, которые выпускаются, они всегда выпускаются на том релизе, который выпускает компания 1С. То есть, обновляется платформа, и следующий релиз уже адаптируется заранее под эту платформу. Значит, демо-версия 8.3 уже вышла, ее можно тестировать, разработчики уже на ней ведут разработки, поэтому, конечно же, выйдет 8.4, следующие релизы будут также работать с 8.4, и использовать тот новый функционал, который дает выход новой платформы. «Не было ли в вашей практике внедрения для нескольких складов, работающих с одной базой в дата-центре?» Что касается автоматизации складов на базе ВМС, то здесь мы придерживаемся все-таки мнения, что каждый территориально удаленный склад действительно находящийся в различных городах, должен иметь свой обособленный ресурс для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу. В отличие от офисных сотрудников, складские не могут ни приостановить, ни переделать свою работу, они работают в онлайн-режиме, в реальном времени, и поэтому объединять разношерстные склады, разнесенные по стране в одну базу, это не совсем оправданно с точки зрения безопасности. У нас есть пример, это компания Сиконтинентал, 3PL-оператор, который работает здесь, в Подмосковье, но хранит свои базы в Голландии, в дата-центре. Это требования их политики безопасности. Были определенные сложности в организации удаленной работы с терминалами, с лицензиями, ключами, но они все успешно преодолены, они уже работают, насколько я могу вспомнить, около трех, наверное, более трех лет уже в таком режиме, в принципе, они довольны. Далее вопрос. Будет ли более детальное описание программы в рамках вебинара? В рамках этого вебинара нет, но, насколько я знаю, детальное описание... Алексей? Да, я хотел его дополнить. Эта информация есть у нас на сайте, также информация высылается по запросу на e-mail, там и вебинары, и презентации, то есть, вот, если интересно ознакомиться с программой, с функционалом, все это присутствует на сайте, посмотрите, зайдите на Аксилот, посмотрите. Значит, для создания стратегии используются механизмы бизнес-процессов 1С или что-то другое. Значит, архитектура системы, она кардинально отличается от архитектуры ERP-систем, там, УПП, УТ, а функционал бизнес-процессов, вот, который есть непосредственно в 1С, он может достаточно сильно тормозить систему, хотя, вот, как раз в четверке, в четвертой версии 1С ВМС, там есть, можно закладывать бизнес-процессы по событиям. Ну, я попонятнее немножко объясню, то есть, с точки зрения архитектуры ВМС, бизнес-процессы для именно создания и исполнения алгоритмов каких-то, не используются. Они используются у нас для упрощения настройки. Они выполняют роль такого интерфейса пользователя, в котором он может простроить, как вот в системе бизнес-планирования, в какой последовательности должны выполняться операции и по какой ветке там бизнес-процесса должен идти там какое-либо складское действие. в частности размещение должно ли оно выполняться по палетно или все сразу, должно ли оно выполняться в зону резервного хранения или отбора или по кроссдокингу. То есть, это различные ветви одного бизнес-процесса. И вот этот бизнес-процесс отображается именно в форме как мы привыкли видеть это бизнес-процесса 1С и в этой же форме может редактироваться пользователем, который настраивает логику системы как она должна работать на той или иной операции. Следующий вопрос есть ли склады в радиусе 10 километров а не в разных регионах. Смотрите, для того, чтобы переместить товар с одного склада на другой наверняка такие задачи будут этот товар надо поместить в машину. Как только товар попадает в машину этот товар становится недоступен и нужно время перевести с одного склада на другой. И что у нас получается? У нас получается, что один склад для одного склада это будет задача на отгрузку, а для другого склада это задача на приемку. Совершенно разные бизнес-процессы. Поэтому работать с одной базой с разными складами можно, но это будет очень сложно самим операторам, администраторам, которые будут работать. Потому что для одного будет это отгрузка, а для другого приемка. Ну и как говорила Дарья, в целях безопасности. Не дай бог какие-то регламентные работы или что-то случится с базой, то в нашем случае это будет встанет один склад на какое-то время, а в вашем примере это встанут все склады. И это очень нежелательно. В одной базе обычно организуется несколько складов, если это по сути дела разные зоны. То есть огромный складской комплекс строительной компании, например, десятки ангаров на одной территории. Да, это уже не склады, это отдельные зоны, это одна база, это нормальная работа. Соответственно, если вам действительно интересно некое сравнение, давайте переведем это общение в плоскость непосредственного контакта, присылайте вопрос на электронную почту или звоните нам, и мы обсудим, в связи с чем вас это интересует и какие могут быть подводные камни в том или ином варианте выбора системы? Ну, я могу сказать и предложить вам, мы совершенно открыты, мы готовы рассказать, показать, и вот, кстати, вопрос, который был занят про платформу 8.3, скажу такую вещь, что наша система может работать в кластерном режиме, вот в этом режиме многие системы работать не могут по своей архитектуре, а наша может. Ну, и много других нюансов. Коллеги, на этом мы, пожалуй, будем завершать наш вебинар. Огромное вам спасибо за Спасибо за субтитры,